здравствуйте это проект войны не женское лицо с вами Анна Попова и сегодня мы поговорим с Евдокией Шереметьевой она у нас писатель и организатор гуманитарной помощи здравствуйте Евдокия Анна здравствуйте всем привет расскажите нам пожалуйста о том какой вы вклад сейчас вносите и как давно начали и вообще той роли женщины на войне нужна ли поддержка наша важны ли мы в этом вопросе ведь кажется что война это мужское дело для меня война началась не в двадцать втором году а в четырнадцатом году и я занимаюсь тогда в четырнадцатом году я я и группа моих единомышленников мы организовали помощь донбассу мы ездили в лнр днр и помогали гражданским лицам и вот на протяжении с 14 по 22 год мы в основном конечно занимались помощью именно гражданских лиц то есть мы туда ездили в основном помогали пожилым людям семьям попавших в тяжелую ситуацию по линии разграничения дело в том что есть так называемое есть такое понятие серой зоны в этих серых зонах проживает довольно много людей и вот мы мы им помогали в основном это бабушки пожилые там с возрастом возрасте вот им выехать некуда и некому а боевые действия там велись вот особенно там по большей части мы помогали очень много под городом первомайск вот там поселки калининово михайловка на вас это рядом с опасной где вот пропасную которые все знают где там тяжелые кровопролитные бои были дело в том что там на протяжении всех этих лет прилетали снаряды в общем были повреждения очень серьезные домов гибли люди вот особенно конечно что в четырнадцатом году творилось первомайске это вот говорят что там никто не пострадал это неправда вот я туда лично ездила неоднократно и могу сказать что город пострадал очень сильно то есть в декабре например четырнадцатого года там такие велись массированные обстрелы что не выходили на улицу почти весь город находился в бомбоубежищах и я очень хорошо помню как мы вот когда приехали ездили по так называемым социальным столовым которым мы продукты питания привезли в городе не было ни одного здания которое не пострадало в той или иной мере от бомбежек то есть дело в том что понятно что не все дома были разрушены но где-то стекла побиты где-то там осколки прилетели пострадал там что-то где-то полностью подъезда отсутствовали вот ну в общем и это четырнадцатый год а нам говорят что так пару погибших было нет все было очень серьезно очень на самом деле опасно вот вот с четырнадцатого года мы занимаемся помощью об этом я пишу я книгу об этом написала так издали ее восемнадцатом году шестнадцатом году она была номинирована попала в лонглист национальным бестселлер вот в общем так вот расскажите нам о своей книге мы как раз послушаем и кто захочет может приобретут можно ее приобрести да конечно да конечно книга называется здесь люди дело в том что когда я попала первый раз на донбасс там шли боевые действия и вот мы когда заехали в первомайск в город там не было вообще людей люди почти все находились бомбоубежища вот и на улицах на домах были растяжки люди 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 это и сейчас практика и когда если вы когда-нибудь побываете да в домах в зоне св о там домах пишут надпись люди то есть в этом месте подвалах находятся люди вот и везде вот эти вот над меня мне меня не просто поразили то что вот это вот ты едешь по городу где нет людей вместо людей вот эти вот таблички люди огромные растяжки здесь-таки все люди здесь мирные люди люди дети там вот такие вот и меня это поразило вот и я написала тогда репортаж который так и называется здесь люди этот репортаж стал частью книги книга такая на это дневник волонтера такой некоторое мое осмысление всего увиденного от поездок в 14 пятнадцатого года туда вот это вот такой дневник волонтера который так и называется да здесь люди об увиденном там, о том, что я там пережила и что видела. Это общение с людьми, это мои репортажи, заметки, какие-то зарисовки, общение там с бойцами, общение с людьми, которые оказались в этой ситуации. Книга небольшая, вот, конечно, нуждается в продолжении. Вот, вы начали про женское лицо в войне, да, вот, на самом деле этому посвящена большая часть книги. Я хотела бы отдельно сказать, что вот, когда говорят, что у войны не женское лицо, но правда в том, что на самом деле войну вытягивают женщины. Да, большая часть, да, там, ну, про опустим, что среди тех, у кого оружие, там, девушек тоже хватает, кто воюет, ну, понятно, что большая часть это мужчин, но надо понимать, что большую часть проблем вытягивают именно женщины, потому что остается тыл, налаживание всего, и это берут на себя женщины. Вот, мы когда приехали в феврале, в феврале, по-моему, или в январе пятнадцатого года, убили Евгения Ищенко, это мэр города Первомайск, и управление города взяла на себя его жена, например, Оля Ищенко, вот, и везде, куда мы приезжали, были женщины, вот, не знаю, социальные столовые, да, там, готовка еды местным, работницы хосписов, больниц, везде это были женщины, то есть мужчины, да, там, ушли, куда-то уехали, это все осталось на хрупких плечах женщины, которых все это вытягивали безмерно, вот эта вот колоссальная тяжесть, которая на них легла, поэтому, знаете, везде, куда ты приезжаешь, вот, для нас, как вот, стоять, вот, война, там, вот, взрывы, снаряды, но там же жили люди, там была налажена инфраструктура, и вы, когда начинаете контактировать с местными, там женщины, в основном женщины, конечно, вот, поселковые главы, там, ну, то есть, там, социальные работники, с которыми мы связывались, через которых мы оказывали помощь гражданским лицам, это все были женщины, и, безусловно, вот этот вот огромный груз, налаживание связей, готовка еды и так далее, это все на женщинах, потому что женщина это умеет, и она это делает, и войны не женское лицо, но это такое, знаете, такая расхожая, да, фраза, очень даже женское лицо, потому что именно женщина работает с этими последствиями, сестры милосердия, медсестры, вот это вот все вытягивают во многом тоже женщины, и без их помощи это, ну, просто все это невозможно, вот, и очень много волонтеров, именно женщин, кстати, я хотела сказать, что вот в 14-15 году очень много было женщин-волонтеров, кто приезжал, помогал, и бойцам тоже в том числе. Расскажите как раз сейчас о своей волонтерской деятельности, об этих гуманитарной помощи, об этих сборах, что конкретно, может быть, есть кому вы адресно помогаете? Смотрите, поскольку я занимаюсь этим давно и в теме, и мы делаем много, мы вот до начала СВО мы помогали именно гражданским, это была такая, ну, где-то принципиальная позиция, да, что, в общем, мы помогали именно невоенно, вот, мы помогали, да, там, домам престарелым, хосписам, ну, на самом деле большой спектр того, кому мы помогали, помогали отдельным семьям, были семьи, которых мы прям курировали и вели на протяжении многих лет, и мои читатели могут прочитать эти истории, там, что с ними происходило, очень много детей, они выросли, сейчас они служат на фронте, вот, например, такая история, мы помогали семье, там, бабушка воспитывала двоих внуков, Володю и Софию, София маленькая совсем, ну, там, мама такая, она не то, чтобы оставила детей, ну, в общем, она там где-то деньги зарабатывает, в общем, вся тяжесть воспитания легла на бабушку, а когда мы начали помогать, Вова был подростком, вот, потом он поступил в училище, решил там учиться, вот, и, собственно, когда началась СВО, он уже, в общем, он, по-моему, 19 лет была, да, сейчас вот ему 21 год, он шел на фронт добровольцем, у него, причем была, ну, как говорят, бронь, да, дело в том, что, когда начались события, когда началась специальная военная операция, у нас же не было мобилизации, вот, а в ЛНР и в ДНР была мобилизация, вот, там, в общем-то, всех призывали на фронт тогда, вот, но у студентов, студенты могли не идти, Вова пошел добровольцем, вот, и Вовка, конечно, ну, такой герой, вот, а летом этим, в августе у него случилось очень страшное ранение, у него там оторвало ногу, в общем, он там обжегся, в общем, он танкистом был, вот, сейчас он лежит в Питере, вот, у него, в общем, там, одна нога в аппарате Елизарова, другой ноги нет, в общем, там, множественные ожоги, вот, он операцию на глаза перенес, вот, и вот такая вот история, да, что мы помогаем семье уже много лет, вот, они были как, и вот парень ушел на фронт, на самом деле, ну, у многих, не то чтобы у многих, но у нас немало подопечных, чем семьям мы помогали, они там попали в тяжелую ситуацию, дети выросли, и они сейчас ушли на фронт, и большинство из них, конечно, ушли добровольцами, там у нас есть тоже семья, тоже бабушка воспитывала внука, в четырнадцатом году, сколько ему было, Саше, Саше, по-моему, было лет, наверное, восемь, они с мамой, они в Луганске жили, когда начались все боевые действия, город был окружен, и вообще, то есть, ну, не было подвоза еды, и они пошли на огороды выкопать картошку, потому что еды вообще не было, некуда было деваться, артиллерии гасили, вот, вообще страшные вещи творились, вот это вот август, август четырнадцатого года, и они пошли с мамой на посадки, на дачу, вот, и там прилетел снаряд, снаряд рядом, и матери пропорола вообще все внутренности, ну, то есть у него просто вывалились кишки все, вот, парень думал, что мама умерла, вот, тогда ее по скорой увезли, что по скорой, ее вообще оперировали фактически, знаете как, в Луганске не было электричества, все было, ну, как бы, перекрыто, перерублено, и практически, там, чуть ли не с фонариками, там, врачи ее оперировали, как смогли, чем могли, зашили ей внутренности, и вот она прожила еще несколько лет, причем с дикими мучениями, потому что там, ну, вообще, ранение живота, это сильные боли, и она скончалась, вот, и Саша остался жить со своей бабушкой, Таисей Павловной, вот, и мы им, ну, помогали все эти годы, вот, сколько много лет, вот, и, ну, там еще одна семья, там, Ира, вот, у нее там несколько детей, и они, например, тоже из Луганска пытались выехать, когда начались боевые действия, они ехали с белым флагом, вот, и на выезде, там, они остановились недалеко от пункта, там украинцы стояли, и по ним прям очередью по машине прошлись, и, в общем, там, парня, сына старшего, его ранили в бедро, вот, и, в общем, там, такая история. И мы семье их, там, помогали тоже много лет, у них там разные, там, перетрубации были, она болела, у нее тоже остеомилит начался, и мы помогали лекарствами, продуктами, вот, у нас довольно много семей таких было, которым мы, там, помогали выезжать в Россию за лечением, продуктами, вывезти к врачам, лекарства достать из России, там, не все лекарства были, вот. С 22-го года мы стали помогать военным, и довольно, там, в большом объеме, то есть ко мне стало обращаться довольно много людей, спрашивая, Евдокия, а вы не знаете, кто помогает военным, кто помогает военным. Я вначале всех как-то отсылала, а потом мы вот командой собрались и приняли решение, что мы тоже будем помогать военным, вот. Я завела отдельный телеграм-канал, мой такой основной канал, у меня вообще ник такой, маленькая Хиросима, у меня когда-то был блог в ЖЖ, маленькая Хиросима, вот. И я, собственно, когда началась в 14-м году война, вот, я об этом стала писать именно в ЖЖ, и, собственно, ко мне мои единомышленники пришли через мой блог, и те, кто нам переводит деньги, благодаря чему мы можем, там, благодаря чему мы можем оказывать помощь, это мои читатели в первую очередь, там, те, кто меня читал до этого, кто читал, там, мои какие-то зарисовки про путешествия, там, про детей и так далее, вот. И, в общем, я стала писать про войну, о том, что увидела, на это стали еще приходить люди, вот. И так у меня образовался круг читателей, и, соответственно, читателей и подписчиков, и тех, кто переводит деньги, благодаря чему мы эту помощь сделаем, вот. А с 22-го года, соответственно, круг расширился, и теперь вот у меня несколько каналов. Мой канал помощи называется «Большая Хиросима», «Биг Хиросима», ну, это мы так решили между собой, вот. И мы помогаем военным, ну, мы помогаем непосредственно тем, кто на первой линии, то есть те, кто участвует на передке, так называемом, как говорят ребята. Это линия боевого соприкосновения, это штурмовики, разведчики, артиллерия, вот. И мы им помогаем сборами необходимым, то есть мы не занимаемся там вещами, тушенками, мы в основном закупаем коптеры, средства ради электронной безопасности, там, аптечки медицинские, какие-то средства налаживания связи, рации, ретрансляторы, антенны какие-то, кабели, вот. Ну, коптеры, камикадзе, мавики, ну и так далее. В общем, мы закупаем такое довольно дорогое необходимое оборудование и передаем непосредственно сами. То есть мы сами непосредственно из рук в руки передаем военному. То есть мой блог – это такой посредник, аккумулятор. С одной стороны, мы собираем те, кто хотят помочь, деньги, закупаем, на это все находим. То есть я и мои единомышленники, мы постоянно в поиске там каких-то разных вариантов. Где-то там, вот мы познакомились с ребятами из Питера, они собирают камикадзе, вот. И мы, ну, как бы такие взаимодействия, вот. И, соответственно, мы это все собираем и отвозим туда, и там, вот, мои единомышленники, у нас такая команда состоит из двух частей. Одна в Москве здесь, а другая в Луганске, вот. Кто там все это развозит, вот. Иногда я езжу. А сколько у вас человек? Вот вы говорите «мы» и очень хочется узнать, сколько. У нас очень много, я никогда не пробовала считать. Ну, основная часть, вот, есть мой друг Женя с женой Леной, они в Луганске, а здесь есть я, и там, Саша с Антоном, и, ну, всех не назовешь на самом деле, потому что это же, мы по большей части волонтеры, вот у нас есть там, например, чат, и когда там надо, там, я знаю, там, кто может, кто-то делает, кто-то на машине, там, в чате, там, не знаю, там, несколько десятков человек, вот, я кидаю в чат, там, ребята, надо забрать, там, аптечки из Балашихи, там, кто может, у кого есть свободное время, вот он пишет, там, я могу, я заберу, вот, он там едет, забирает аптечки, отвозит, там, в наш гараж, у нас там есть такой гараж, куда мы все складываем, вот, откуда потом везем. И в Луганске тоже есть, там, группа людей вокруг Жени с Леной, вот, моих друзей, с которыми мы с четырнадцатого года все это делаем, вот, здесь мне, конечно, очень много помогает Саша с Антоном, ребята, вот, они на подхвате отвечают на какие-то вещи, там, Наташа, моя одногруппница, она, например, сама плетет сети, и вокруг нее тоже есть, там, коллектив, кто плетет сети, ну, на самом деле, много людей, я даже вот не могу даже подсказать, вот, вот это мы не считали, потому что, ну, кто-то иногда только приходит, да, кто-то, например, просто помогает мне, там, не знаю, на погрузках участвовать, кто-то помогает в поиске лекарств, просто, вот, вы знаете, вот просто нас просят найти какие-то лекарства, найти их, это тоже время, да, сидеть, найти, заказать, вот, отследить это все, это, вот, кто-то на этом, да, кто-то, например, Мир на машине, что-то там забирает где-то, кто-то отвозит. То есть кто что может делает. Такая у нас расширенная группа. Евдокия, вы такую важную вещь сказали. Возможно, может быть, я ошибаюсь, но это будет полезно, наверное, послушать тем, кто сохраняет так называемый нейтралитет у нас сейчас. Вы сказали, что изначально вы помогали только гражданским, ну, пострадавшим. А потом потихонечку стали, ну, уже втянулись и стали помогать военным. Дело в том, что с 2014 по 2022 год у нас не было войны. Вообще это никого не интересовало. Чтобы было понятно, когда я, дело в том, что очень много про это писала, я могу сказать, что в информационном поле проблема событий, которые творились на Донбассе, она не звучала. То есть относительно того, что реально происходило, этого не было. То есть это было, в общем, ну, иногда что-то там писали, когда были там определенные обострения в некоторые моменты, да. Но на самом деле там просто был местами просто какая-то вот просто полная безнадега. И ты приезжаешь туда. Вот я помню, в 17-м году мы приехали в хоспис в поселке Калиново привезти помощь. Там памперсы для лежачих мы привезли. И что я увидела, да, там за сутки до нашего приезда прилетел снаряд на территорию этого хосписа и разбил стекла на кухне. Просто вот, ну, как бы, это такая была мелочь, зарисовка. Такое постоянно было. То есть там где-то прилетело, разрушило дом. Да, это не носило характера такого массировано. Были вот там 14-15 год, безусловно, были горячие точки. Да, вот как бы горячий момент, когда люди в подвалах жили, в убежищах. Людей хоронили возле подъездов, потому что была такая плотность огня, что людей не могли донести и там захоронить на кладбище. Их просто у подъездов хоронили, а потом их перезахоранивали. В Мариуполе вон то же самое было. Вот мы когда приезжали с гуманитарной помощью в Мариуполь, там тоже вот возле подъездов, возле домов, прямо в центре города куча была могил. Потом людей всех этих, конечно, перезахоранивали. Ну, а куда девать было трупы? Вот. Вы понимаете, какая ситуация? Ну, я не то чтобы принципиально это делала, но как-то мы решили. Дело в том, что мне помогало очень много людей, которые не хотели себя как бы видеть в этом конфликте на чьей-то стороне. У меня всегда позиция была одна. Я, конечно, поддерживала Донбасс, и у меня не было никаких вторых позиций. Ну, просто я знаю, что большинство тех, с кем я начинала помогать, они всегда оговаривали это. Вот мы хотели бы помочь именно гражданским. Вроде как это нейтральная позиция. Но с 22-го года ни о какой нейтральности говорить не приходится. Плюс почему я помогала гражданским. Дело в том, что волонтеры, которые помогали военным, они были. А волонтерам, помогающим гражданских, было ничтожное малое количество. Поэтому я заняла эту нишу. Я видела этих несчастных бабушек. Ну, просто некому было помочь. Они никому были не нужны. Ну, вот она живет в этом поселке, куда даже маршрутки не ходит. Ей просто... Она ногами просто не дойдет никуда. Ну, приходили к ней социальные работники, рискуя жизнью, между прочим. А кто ей поможет? И я видела, что огромное количество людей, ну, просто вот, которые нужны... Ну, просто помирают. Просто помирают. Я просто могу назвать там очень много людей, чью жизнь мы просто реально спасли. Если бы не мы, их бы не было бы в живых. Вот. Таких немало. Это не то, что я там хвастаюсь. Это просто факт. Просто факт, как есть. Вот. И я заняла эту нишу, потому что не было нуждающихся. А с 22-го года, понимаете, ситуация изменилась, потому что все это приобрело другие масштабы. Раз. Два. Все-таки на самом деле помощь гражданским... Гражданских более-менее вывезли. И помощь, она идет со стороны государства. В основном из России стали помогать мобилизованным, ну, своим, кто кого знает. Это, как правило, родственники тех, кого мобилизовали или у кого добровольцы. А к нам стали обращаться ребята, которых мы знаем. Это ребята из народной милиции ЛНР. Дело в том, что мы о чем говорим, да, что республики все присоединили осенью, да, а до этого ребята служили. И они стали нас спрашивать, а вы там могли бы помочь медициной, коптерами. Мы сами помогали. И у нас там, да, как бы ушли служить люди, которых мы лично знали. И мы им локально помогали от себя. Вот. И я решила, приняла решение, что вот, ну, а почему бы мне не собирать тоже на это помощь. Хотя я никогда в жизни вообще не разбиралась ни в каких ни коптерах, ни камикадзе, ни средствах. Рэп вообще ничего об этом не знала. Вот. И мы решили начать помогать подразделениям ребят, которых мы знаем. Разбираться. Ну, вы знаете, у меня был довольно большой кредит доверия от моих читателей, которые стали меня спрашивать, да, вот, а мы хотим помогать военным. А кому помочь? А нам было кому помочь. Вот. И я так подумала, решила. Ну, давай. Ну, вообще, такое-то было не спонтанное решение, честно говоря. Я долго думала, вообще, ввязываться ли в это. Потому что это, в общем-то, такая история. Большинство, многие волонтеры, они помогают среди своих. А я, например, номеротворца с 18 или там, с 17-го года. Ну, в общем, давно я номеротворца вешу. Ну, там мои данные висят. Потому что я езжу с гуманитарной помощью на Донбасс. То есть это я веду террористическую деятельность. Серьезно. То есть за помощь бабушкам меня там обвиняли в террористической деятельности. Ну, там как-то там сформулировано у них там на сайте. Вот. То есть я там уже много лет висела. И поскольку я находилась в информационном поле уже на момент начала СВО, то есть заниматься помощью военным, это уже был такой шаг дальше. А дело в том, что в моей среде вообще... В которой я нахожусь. А я преподаватель в университете. Я МГУ закончила. У меня довольно немало моих сокурсников. Не все, конечно. Многие меня и поддерживают. Но немало моих людей в окружении, кто занимает совершенно другую позицию. В 2014 году я потеряла очень много друзей. То есть это была прям такая красная линия. Когда я поехала на Донбасс, прямо... Это была такая первая такая самая... Мой первый такой шок от того, что вот я вдруг разом, как бы половина моего окружения, оно отсеялось. Поэтому для многих людей в 22-м году этот шок состоялся. У меня в 22-м году, конечно, не было такого шока, потому что большинство отсеялись еще в 2014-м в силу того, что для меня это была не просто позиция, а я туда ездила. Я непосредственно туда ездила. Я об этом писала. Я написала книгу. Это составляло большую часть моей жизни. Помощь людям, которые находятся там в конфликте. И, конечно, первый разлом состоялся тогда, но в 22-м году... Но, тем не менее, было немало тех людей, кто, может быть, занимал и другую позицию, но мы общались. А тут для них, конечно, я стала милитаристкой. А тут еще и как это вообще занимаюсь помощью военным. Для них это, конечно, стало неприемлемым. Ну, в общем-то, и для меня стало неприемлемым общаться с ними. Знаете, вы сказали сейчас такую интересную вещь. Вы сказали про людей нейтральной позиции. Я могу сказать одно. Когда происходит война, не бывает нейтральной позиции. Те люди, которые вам говорят, что они там занимают третью позицию, они врут и лукавят. Вот просто поверьте мне, я это очень хорошо знаю, особенно общаясь с людьми, которые находились там в ЛНР и в ДНР. То есть в ситуации войны изнутри. Дело в том, что всегда есть вот это вот. Ты на острие бритвы не останешься. Ты свалишься либо туда, либо туда. И внутренне главное себе не обманывать, кому ты больше симпатизируешь. То есть и проблема состоит в том, что очень многие люди, которые занимают якобы нейтральную позицию, они просто не могут признаться публично, может быть, признаться в себе, что они занимают позицию на данный момент врага. И все. То есть как бы тут, если до кого-то не дошло, ну, я знаю немало людей, кто, например, считает, что все, что происходит, неправильно. Да, что неправильно ведется война, неправильно начали войну, неправильно вступили. Все неправильно. Но при этом люди понимают, они помогают военным. Они говорят так. Вот их логика какая. Да, я не согласен, но я понимаю, что либо они нас, либо мы их. То есть если ты занимаешь позицию за них, ты должен четко понимать, что ты за них. То есть как бы, значит, они нас. Нет на войне никакой другой позиции. Это просто надо понимать. Все. Либо они нас, либо мы их. Третья позиция – это самообман человека, который просто… Он просто хочет спрятаться в донике. Господи, какой ужас, как все плохо. Верните мне назад, как было хорошо, когда мне не надо было выбирать. Это был проект «У войны не женское лицо». Сегодня мы пообщались с Евдокией Шереметьевой, писательницей, организатором гуманитарной помощи. Ее контакты мы оставим в описании под видео. Присоединяйтесь и к нашему сообществу «У войны не женское лицо». Мы оказываем психологическую поддержку людям, пострадавшим от боевых действий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!